Музыка Огромная площадка, как минимум по двум направлениям. Это цифровизация жизни крупных агломераций. Нижний Новгород одна из крупнейших европейских агломераций с очень высокими запросами людей на новые сервисы. Большой блок, где у области абсолютно четко лидерские амбиции, и их нужно точно поддержать по внедрению этих разработок и в Россию, и за рубежом. Это, конечно, вопрос цифровизации промышленности. Мы уже сейчас являемся российским центром этих IT-Авсовсинга. Более 700 компаний работают для не меньше 30 стран мира. Это не просто один из замещений, это развитие уникальных экспортного предложения. На сегодняшний момент в этой сфере работают 21 тысяча специалистов. Ведет в городскую область, регионы на контрии, по количеству работающих послесоточных регионов. У нас сформирован международный IT-кластер, 50 компаний-резидентов в этом кластере, более 3 тысяч сотрудников. У нас есть очень натурализованный, если хотите, активный, живой спрос со стороны муниципального уровня, как в Сарове, так и в Нижнем Новгороде и других городах, так и на региональном уровне спрос на вот эти IT-решения. Я думаю, что у нас есть все основания преуспеть. У нас проделана достаточно большая работа. То есть мы, когда формировали, 3 года назад начали формировать IT-кластер, это была одна из ключевых задач, чтобы можно было на одной площадке, вот той площадке, которую сейчас представляет собой кластер, выстроить вот эту коммуникацию между IT-компаниями и государством. Я думаю, что ключевое слово сегодняшнего дня вообще и нашего партнерства с IT-кластером, в частности, это синергия. История нашей компании показывает, что объединение мощностей различных компаний дает совершенно потрясающий результат. Поэтому я считаю, что именно синергия позволит каждой компании в отдельности, как и кластеру, стать необыкновенно успешными. Я хочу сказать, что тот огромный шаг, который сделал IT-кластер, объединив компанию, это уже большое начало всего. Очень важно объединить компании и выступить единой силой, не разрозненными группами каких-то компаний неизвестных, а сильной ассоциацией с серьезным объединением, которое может показать, что мы реальная сила. Сегодняшнее совещание является знаковым, потому что проводится на самом высоком уровне, это уровень федеральный, крупный федеральный уровень. И именно на таких совещаниях, собственно, и получается признание региона как некая IT-столица, что ли, одной из IT-столиц нашей страны. Здесь требуется системная работа с государством. Это вот одна часть и вторая часть. Для того, чтобы именно здесь оставались, вот как я уже сказал, технологические заделы, чтобы здесь продуктовая линейка, она создалась в России и отсюда продавалась по всему миру, необходимо создавать специальные условия, те самые льготные условия для того, чтобы эти компании именно здесь регистрировались, именно здесь эти были выгодные, льготные режимы налогообложения. Вот как говорили на совещании, возможно, специализированные зоны со специализированным налоговым режимом создания таких. И вот мы, Нижегородская область, готовы быть пилотной площадкой, в том числе вот для таких экспериментов. Вообще изначально наша компания была сервисная, но на собственном опыте мы развили программное обеспечение, которое сейчас как раз и внедряем в различных других отраслях. В частности, в Нижегородской области мы сейчас в Министерстве здравоохранения внедряем проект обработки обращения граждан. Также благодаря эти кластеры мы познакомились с группой волонтеров в Нижегородской области. Через нее вышли на их московских партнеров, которые тоже заинтересованы в нашем ПО для поиска пропавших детей. Наша сфера деятельности – это в первую очередь телекоммуникация, телевидение. И в основном это, конечно, федеральный уровень, потому что на уровне региональном данная сфера у нас развита не очень. И в частности, мы бы хотели, конечно, чтобы она развивалась, поэтому наше участие в IT-кластере в том числе связано с этим. Развитие IT-кластера в сторону международного сотрудничества для нас это тоже очень хорошо, и мы всячески будем поддерживать эти начинания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok